Дорогие друзья, вот так получилось, что сегодня я уже докладывал о клинических результатах этого исследования на одной из секций. Я думаю, что понятно, что все были заняты, у всех были вопросы разные, поэтому я эту презентацию думаю, что распространю среди участников проекта. Ну а вот данная презентация, она посвящена вот именно 3,5 годам работы над этим проектом, который называется «Регистр респираторной поддержки пациентов СОИН-МК», «Аритас» мы его назвали, но вот инициативная группа, которая, в общем-то, 3,5 года назад пришла к пониманию того, что есть определенный пробел в знаниях в этой области, то есть острые нарушения мозгового кровообращения, тяжелые инсульты при наличии респираторной поддержки. Ну и надо бы нам понять, в какой точке системы координат мы находимся и куда нам двигаться дальше. Были предпосылки и другие, но я думаю, все согласятся со мной, что за последние десятилетия в стране сформировалась достаточно развитая система оказания помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения, открыты повсеместно сосудистые центры, а в каждом сосудистом центре есть нейрореанимационная структура, и, ну, надо сказать, что техническое оснащение нейрореанимационных структур, оно иногда, да я бы сказал, зачастую лучше, чем техническое оснащение, допустим, соседних отделений реанимации интенсивной терапии или анестезиологии реанимации, вот так сложилось в силу объективных и субъективных моментов. Ну и кадровая оснащенность достаточно неплохая, но, в общем, это позволило нам надеяться, что уровень оказания помощи будет достаточно хороший, сопоставимый с международными какими-то аналогами, стандартами, ну и, в общем-то, мы можем это исследование вот в этих центрах проводить. Кроме того, сформировались единые подходы, единая нормативная база по оказанию помощи пациентам с ОНМК, это порядок оказания помощи, стандарты оказания помощи и клинические рекомендации. Но, к сожалению, во всех этих документах, к сожалению, имеет место достаточно небольшой удельный вес представительства вот моментов, связанных с интенсивной терапией, с анестезиологией реанимации. Это тоже явилось одним из стимулов проводить это исследование. Кроме того, мы в значительной степени давали себе отчет, что мы уходим от классического анестезиологического принципа и синдромального подхода в сторону нозологии. Но, в общем-то, мы это делали умышленно, потому что вот некая общность инсультов, она все равно существует вне зависимости от того, какой это инсульт, ишемический или геморрагический. То есть во главе этого состояния при тяжелом течении заболевания, в любом случае, острая церебральная недостаточность, хотя понятно, что есть и другие состояния. Поэтому группа достаточно однородная, а ее, в общем-то, достаточно удобно анализировать, оценивать, и, в общем-то, все это с точки зрения анализа клинического, все это достаточно адекватно. Ну и нет соответствующих исследований. То есть небольшое популяционное исследование, вернее, оно большое, но достаточно поверхностное, американское было в свое время опубликовано. И вот протокол недавно анонсирован по французскому, близкому к нашему протоколу исследованию. Но нет исследований, соответственно, нет и клинических рекомендаций. И вот мы с коллегами многократно обсуждали, что, наверное, это все-таки главной целью этого исследования является выход вот именно на такой уровень. Идеологии исследования. Значит, были у нас мысли включить международные центры, но в конечном итоге мы сошлись на том, что исследование будет национальным. Исследование мультицентровое, естественно. Сначала заявилось около 30 центров, но потом, в общем-то, осталось половина. Мы понимали, что исследование абсолютно волонтерское, и не все смогут себе позволить в нем участвовать. Поэтому я считаю, что это вполне нормально. Те 14 центров, которые у нас поработали. И огромное всем спасибо. Исследование обсервационное. То есть мы никоим образом не влияем ни в стратегию, ни на тактику введения этих категорий пациентов. Исследование регистровое. Мы изначально, принципиально, стояли на принципе обезличенности случаев ОНМК. И поэтому мы не входим в противоречие законодательствам. Но и мы стояли на принципе обезличенности центра. То есть мы не ставим перед собой задачу посмотреть, где лучше, где хуже. Это не важно. Нам важен общероссийский средств тех вопросов, которые изучаются. Ну и, наконец, исследование осуществлялось при поддержке Федерации анестезиологов и аниматологов и Комитета по клиническим исследованиям. Если позволите, я цель не буду зачитывать. Все это многократно нами, в общем-то, прорабатывалось, проговаривалось. Получилась, на мой взгляд, достаточно громоздкая такая формулировка. Но, извините, вот, короче, ничего у нас не вышло. Критерии включения и критерии исключения – это пациенты с ОНМК в возрасте от 18 до 90 лет. Здесь беременность была критерием исключения, онкологическая патология, заболевания сердечно-сосудистой системы 3-4 класса, цирроз печени терминальной, хроническая болезнь почек, пятой стадии пациент на гемодиализе. Ну и вот здесь промежуточные точки и конечные точки. Нас, безусловно, интересовало развитие пневмонии. И я вот хочу сказать, что мы лишь прикоснулись, по большому счету, к этой проблеме. И вот на предыдущей секции мы говорили, рассказывал о том, какие, в общем-то, интересные данные с точки зрения и бактериального пейзажа мы получили, с точки зрения, в общем-то, количества и распространенности вентилятора с сероматрахио, бронхитопневмонии, сирсосепсиса и так далее. Но в основном, конечно, изучалась точка этой исхода на 28-е сутки инсульта. На 28-е сутки. Здесь тоже, на мой взгляд, получены важные данные, которые раньше, ну, либо были неочевидны, либо их не было. И я думаю, что только эти данные позволяют некоторые позиции поднять до уровня, скажем, с С до уровня Б с точки зрения убедительности доказательства. Это уже само по себе неплохо. Ну и вот, если позволите, этапы проекта, которые мы вместе с вами прошли, это первичный подготовительный этап. Вроде вот недавно все это было, а, оказывается, прошло уже 3,5 года, когда мы с Алексеем Ивановичем и с Андреем Августовичем в Геленджике обсудили, что вот неплохо бы что-то вот такое поизучать, поисследовать. А дальше была напряженная работа. И вот анкета, протокол, который сформировался, дизайн, который сформировался, он явился плодом такой вот коллективного, очень, на мой взгляд, качественного процесса. То есть в первоначальную версию было внесено около 60 замечаний и правок. Около 60. То есть это принципиально уже был другой документ, который, на мой взгляд, был и больше, и полнее, и глубже, и не входил в противоречие с какими-то вот мнениями и так далее, и так далее. Но понятно, что нет предела совершенства, можно было двигаться и дальше, и дальше, и дальше. И тем не менее, на тот период, да и сейчас, нас вполне устраивало качество этого продукта. Ну и дальше мы, в общем-то, вот начали работать с теми людьми, волонтерами, центрами, которые готовы были нас поддержать. И таких центров в конечном итоге оказалось 14. И два года мы делали это исследование. В результате мы набрали 1289 пациентов, из которых 1144 соответствовали всем критериям включения и включения. Ну, а дальше, в общем-то, мы делали первичную обработку данных. Вот как раз эти 150 пациентов нам пришлось, ну и так далее. Многое что делали. Прежде чем начать статистическую обработку. Первичная обработка у нас заняла, статистическая обработка, массива данных заняла с мая вот по октябрь. И сейчас у нас готовая практически статья, которая, я надеюсь, в начале следующего года будет опубликована в Вестнике интенсивной терапии у Игоря Борисовича. Мы сейчас очень активно сотрудничаем с Андреем Августовичем по приданию вот такого, ну, конечного вида, более такого правильного вида, я бы сказал, вот этому продукту. Он получается большой, но для первой статьи, я думаю, по-другому не выходит. Ну и, наконец, в общем-то, у нас сформировалось представление о том, куда нам двигаться дальше. Мы имели и свидетельство о регистрации программы ИВМ. У нас был сайт, и он до сих пор функционирует. Была компьютерная программа и так далее. Все это очень помогало нам. Вот центры, которым я очень признателен за то, что они поддержали наш проект из многих регионов, хорошая география. Огромное значение уделяли статистике. Статистике, и вот статистическая обработка, она осуществлялась, на мой взгляд, на современном уровне. Мы многократно перепроверяли, особенно те позиции, которые получали какое-то доказательство. По многим пунктам осуществлялся субанализ для определенных групп по тяжести, когда у нас не получалось. Применяли сравнение шансов, применяли критерии Хи-квадрат Пирсона. Для сравнения групп применяли критерии Стьюдинга и так далее. То есть все это обрабатывалось в программе «Статистика». Из числа лидеров, я думаю, я должен особенно отметить наши иркутские центры, которые дали наибольшее количество пациентов во главе с Владимиром Ильичем. Безусловно, очень активными был Оренбург и Краснодар. Ну и другие центры, в общем-то, проявили достаточную активность, которые позволили сформировать вот этот пол клинический. И мы можем сказать, это не просто исследование столичное или краснодарское, южное какое-то, еще уральское. Это российский срез, вот такой, какой он есть. Вот она Сибирь, вот он Урал, вот Москва. Все это вместе – это Российская Федерация. Ну вот в свое время мы там и оценили тайм-менеджмент проекта. Я думаю, что где-то около 35, может быть, 40% – это перспективная аналитика, которой мы будем заниматься в ближайшие два года. Потому что обработана, в общем-то, на мой взгляд, пятая часть, наверное, той информацией, которая, в общем-то, есть. Ну и вот, если позволите, в конце планы на будущее. Значит, опять-таки от Владимира Ильича инициатива очень хорошая была по использованию анализа Каплана Майера. Правда, мне вот, я в группе написал, мне нужно с вами посоветоваться, какие, собственно, моменты мы будем изучать в этом смысле. Потому что Каплана Майера – это очень интересная и современная методология изучения исхода. Но нужно понять, в общем-то, что мы конкретно хотим от этого анализа получить. Мы, по большому счёту, не занимались изучением ещё искусственной вентиляции лёгких. С точки зрения показаний длительности, вининга, режимов, особенностей старта. То есть там масса информации, которую предстоит изучать. И это, конечно, будет очень интересно. Это осложнение вывода пациентов с ОНМК. И, в первую очередь, конечно же, вентилятор ассоциированной пневмонии, но и сердце, и сепсис, и трахеобронхит – всё это, в общем-то, есть. Реабилитационный аспект. Андрей Августович, вот в этом смысле он, безусловно, лидер. И мы ему передадим базу данных. И думаю, что он возглавит вот это направление по изучению реабилитационного блока. Там, в общем-то, он тоже достаточно неплохо представлен. Ну и, наконец, остаются там конечные точки по срокам пребывания. Стациональные точки, которые традиционно изучаются во всех исследованиях. Может, они не столь интересные, но, конечно, оценивать их необходимо. И вопросы математического моделирования – это то, что мы оставим в самом конце. Это, может быть, будут нейросети, может быть, регрессии будут. Но, в любом случае, это тоже наши перспективные дальнейшие вот такие вещи. И в заключение я хотел поблагодарить всех участников проекта. Вот здесь я перечислил всех, кто на разных этапах участвовал – это коллеги из Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Иркутска, Красноярска, Краснодара, Казани, Иваново, Екатеринбурга, Сочи, Орска, Ставрополь, Самара, Нижнекамска. Большое всем спасибо за вот этот волонтерский труд, за приверженность идеи и за дружбу. Потому что все это нас склачивает и формирует нас как единый творческий организм. Спасибо за внимание.